В Ростове-на-Дону горожане заметили доставщика Яндекс.Еды с тремя рюкзаками. Переиграл в Death Stranding. Кто-то пишет, ипотеку же надо как-то выплачивать. Я сомневаюсь, что люди, которые работают на доставке еды, могут позволить себе взять ипотеку в принципе. Возвращаюсь сегодня домой. Моя только собака. А усатый олень. Кто-то пишет, ну молодец, она Драганов на туса позвала, а ты дверь закрыл. Коротко о веганах. Вкусный завтрак с травами. Кто-то пишет, выглядит так, будто ты оставила окно открытым, пока там косили газон. Не хватает креветок сюда, гигантских, а так всё вкусно, да. А-а-а, рак на горе свистит. О-о-о, сколько же всякой фигницы сбудется. Так смотрели мои собака и кот, когда я впервые привёл в гости девушку. И на это ты деньги тратишь? Почему от неё рыбы пахнет? Как выглядят девушки, когда приходят домой и смывают косметику? Кто-то пишет, вот поэтому на первое свидание с ними лучше идти в бассейн или баню. Или прям к ней домой. Или просто так встретились, ты такой, подожди, подожди, подожди. Достаёшь так полотенце, начинаешь ей рожу тереть, так трёшь. Так, подожди, сиди, посиди ровно. Потёр, так посмотрел, ну всё, сойдёшь, ты сойдёшь. И идём дальше, тогда уже в кафеху. Я смотрю, ты не занята там? Нам надо договорить. Почему мне нельзя жрать свои какашки? Потому что какашки это говно какое-то. Школьную программу начнут вводить изучение искусственного интеллекта. Школьный комп. Я небезопасно извлекающий из него флешку. Написать боссу заявление об увольнении, как профессиональный работник. Свалить, скинув распечатанный мем. Мем с Ельцином. Типа, я устал, я ухожу. Я устал, я мухожук, вот это вот. Я в пять лет. Как дедушка может просто сесть в кресло и уснуть? Ха-ха, он притворяется и не спит. Кто захочет спать днём? Я в 22. Сел в кресло и уснул днём. Вчера ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично при ней я купил себе пару носков, дезодорант, лезвие и пен для бритья. Шах и мат, любимая. У тебя есть три желания. Три правила. Первое. Не желать больше желаний. Второе. Не желать суперсилы. Третье. Не желать жизни или смерти. Желаю номер один. Никаких правил. И всем здорово. Меня зовут Макс. В ролике у нас с вами будут мемасы. И не будет рекламы моей книги. Не будет. Потому что я хочу порекомендовать вам портал Лид Маркет. Лид Маркет это самые последние книжные новинки и лучшие книги всех жанров. Портал не заточен под одной аудиторией. Там можно найти всё. От учебной литературы и сказок для детей. До триллеров и любовных романов. Ну и конечно фантастика. Фэнтези и детективы. Возможность напрямую пообщаться с любым писателем. На портале уже присутствует Сергей Лукьяненко, Генри Лайн Олди, Алексей Пехов, Анна и Сергей Литвиновы, Вадим Панов, Елена Звёздная, Ник Перумов, Павел Корнев и другие известные авторы. На портале можно встретить не только писателей и читателей, но и декламаторов, художников, книжных блогеров, работников, ведущих издательств и просто интересных творческих людей. Огромный функционал для писателей по монетизации их творчества. Если вы писатель, да, может туда идти там выкладывать свои книги и будете их там продавать. На портале можно продавать электронные бумажные аудиокниги. Кроме того, каждый писатель может найти и собрать свою собственную команду из бета-ридеров, корректоров, редакторов, художников, помощников, пиарщиков, короче всего. И назначив каждому из участников свой процент от продаж. А ещё тут проводят литературные конкурсы денежными призами. И возможность публиковаться в ведущих отечественных издательствах. Ксмо, например. В общем, знаете, покупая книги на литмаркете, вы покупаете их напрямую у авторов. Ссылка на литмаркет будет в описании под видео. Слушай, сейчас поедем в салон, выберем тебе первое авто. В России. У нас в гараже Жигуль стоит, на нём дед ездил. И я ездил, теперь он твой. Кто-то пишет, только сперва собери его. У знакомых дочка во время прогулки катается на гироскутере и слушает музыку через беспроводные наушники. Всё бы ничего, только наушники подключены к телефону, который находится у родителей. Если ребёнок уезжает слишком далеко, сигнал пропадает, и она подъезжает ближе к родителям. Вот он, поводок 21 века. Что каждый день вдохновляет тебя вставать с кровати? Я. В основном мой мочевой пузырь. И, иногда, кишки. Ну, бывает же тоже. Ну, мне друг рассказывал, да. Ты должен отнести кольцо Фродо. Других вариантов нет. Да задолбал ты, старый. Не понесу я его в ломбард. Ищи в другом месте деньги на похмел. Не, не на похмел, а на табачок. Он же вон вечно с трубкой ходил. Это Лоренс Симмонс, 10-летний мундеркинд из Бельгии. Он обладает фотографической памятью и коэффициентом интеллекта 145. В возрасте 8 лет окончил среднюю школу и стал студентом. Допишут. Я в 10 лет дрался с крапивой. А я на IQ-тест тоже проходил. Я там что-то 132 он показал. Ну, это тоже выше среднего, но... Не то, что прям круто, но просто это выше среднего. А до этого я проходил, он показал 126 и... 130 показывал. Раза 4, короче, проходил в разных... Ну, там примерно у меня колебался от 120 до 130. Вот такой вот я, типа, интеллектуал. Я, как экстраверт, вижу своё предназначение в помощи своим друзьям-интровертам. В тяжком для них взаимодействии с обществом. Спрашиваю что-то у консультантов за них. Срусь за их... Срусь... Я хотел прощать. Срусь за их собак. Ну, вместо их собак, короче. Ну, типа, собака вышла погулять, а ты такой подбегаешь собаку так... А, в сторону и сам срать садишься. Простите, ладно. Блин, что-то я чувств начал нести. Срусь за них с бабками. А это вообще с бабками, я думал, с собаками. С бабками в очередях и ещё много всего. Срусь вместо их бабок. Такая помощь реально священна. Вы понимаете, да. В общем, всё. Чё-то меня сегодня штырит. Да. Странное сегодня победение какое-то у меня. Какая у тебя суперсила? Я экстраверт. Три дня потребовалось космонавтам, чтобы добраться до Луны. Иван Грозный взял Казань за пять месяцев. В Титаник сняли меньше, чем за год. А ты уже два года не можешь поменять кран. Кто-то пишет. Если сломанный кран проработал два года, значит он рабочий. Когда наконец-то наступил отпуск, который ты ждал целый год? Ожидание. Реальность. Да, если чё, кто не смотрел ту сервису Аспарка, то мама вот в коричневом, это то самое. Был на улице, вживую общался с людьми. В целом неплохо, но не очень понятно, как отвечать собеседнику смешной картинкой. Пытайся описать её словами или таскай с собой просто на телефоне все картинки на все случаи жизни. Когда твои руки растут немного не с того места, и когда тебе платят зарплату 1600 рублей, то я думаю, это повод задуматься о смене работы, не? Или это в день? Если в день, то, ну, можно прожить. Вполне. Я. Я прослушал, не могли бы вы повторить? Препод, спроси у соседа. Я. Эй, не подскаж... Препод, никаких разговоров! Двойка, вышел он! В армию, казнить! Часто фигурируют новости о хищении различных баснословных сумм денег. Одна из последних, 6,7 миллиардов рублей. И вот я решил посчитать, сколько мне понадобится, если откладывать всю свою зарплату. Сейчас 2020 год. Данную сумму я смогу накопить к... 8270 году. 75 тысяч месяцев. 6 тысяч 250 лет. 62 с половиной века. А чтобы 6 миллиардов рублей были у меня сейчас, мои предки должны были в 4230 году нашей эры начать вкладывать эквивалент 80 тысячам рублей ежемесячно. Это у тебя еще зарплата хорошая, чувак, я тебе скажу. 80 косарей я когда работал работником, не ютубером, не писателем, у меня ни разу не было. В Москве 80 тысяч рублей, я никогда не зарабатывал столько. Максимальная моя зарплата была 75 тысяч рублей. Я зарабатывал месяц, заработал геодезистом. И мне ее поплатили 3 месяца, а потом такие, ну, может поменьше, поменьше. И, короче, потом вообще я уволился, потому что мне ничего не платили. Ладно. А так в среднем, так как обычно я за всю жизнь, сколько я работал 10 лет, инженером, тренером, ну, в среднем у меня где-то 1040, наверное, выходило. Так, потому что бывали моменты, я получал 15, бывали моменты, я получал 60. Мама, почему пароль от компьютера такой-то? Я. Ты не поймешь. Недавно на телефон пришла смс. Твой парень тебя изменяет, причем не с одной девушкой. И с тех пор меня мучает вопрос, с каких это пор у меня появился парень, давно ли я с ним встречаюсь, и что сказать жене? Котик, отдай мне мои сигареты. Не дам. Потому что курение убивает, если ты умрешь, кто будет чистить мой лоток? Правильно, не курить. Я вот не курю, и я этим горжусь. Нет, я могу, конечно, изредка выпить, но это так. И вообще я пошутил, я... Я вообще зожник. Шутка. Было представлено первое игровое кресло, способное самостоятельно кормить игрока чипсами, прямо во время напряженной игры. Кресло также оборудовано системой для отслеживания пульса, эмоционального напряжения и водного баланса. Осталось только добавить сральное ведро. Зачем? Можно просто срать. Есть собачью еду? Грызть мебель? Попросить человеческую еду? Есть свое дерьмо. Ну или хотя бы разок лизнуть. Уникальное фото. Маленькая морковка обнимает маму за минуту до того, как ее съедает злой и голодный веган. Представляете, сколько веганов в данный момент поперкнулись морковью? Высморкались морковью. Пёрнули морковью. Любимый, я тебе подарок заказала. На 23 февраля сегодня в 12 принесут. Серёчка, оплати только наличкой. Ты мне сделала подарок за мои деньги? Ну да. А что? И это, знаете, розовый айфон. Вот. Ну типа, он такой. Ну ладно, мне он в принципе не нужен, забирай. Никто. Абсолютно никто. Казахи, когда замело. Казахстан, страна возможностей. Когда видишь в магазине книгу, как решить 50% своих проблем, и решаешь купить две книги. Мне страшно отправлять резюме в компании, где в графике работы пишут с 9 до 5. А сама вакансия на должность выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи. Так это график у менеджера по подбору персонала, очевидно. Японские железнодорожники строят специальные туннели, чтобы спасти черепах от гибели. Что может быть лучше такого факта? Ну, это конечно хорошо, но честно говоря, я никогда не задумывался о гибели черепах. Ну, я думаю, вы тоже. Но если черепахи гибли, это было плохо, очевидно, да. Когда я планирую что сказать? Когда я начинаю это говорить. Вот я, кстати, тоже не очень хорошо умею говорить. Я хорошо могу сформулировать свои мысли, если мне можно сесть, посидеть, пописать, то да, я могу все кратко, лаконично выложить прямо по делу. А на словах так сходу это бывает сложно, это нормально, кстати. Это вообще отдельный навык, надо красноречие развивать. Ораторское искусство. И еще, если человек плохо может вещать на публику, то это не значит, что он тупой, это значит, что он просто... У него не развито ораторское искусство, и в голове у него гораздо больше, чем снаружи, чем на словах. Психолог. Выпусти своего внутреннего зверя наружу. Мой внутренний зверь. Я нехороший человек, убегайте. Когда на работе появилась свободная минутка. Девушки. Парни. Блин, чё не курите? Вот серьезно, это такая параша, если честно. Но у кота-то понятно, что это жвачка. Когда заказал 6 наггетов и получил 7. Я не просил об этом, я был избран. Ошибки сервиса, которые я могу простить. Клуб любителей, интересно, чего? Чего? Тусить в темном подвале страшном. Я. Посплю днем полчасика, ничего же не случится. Мой режим сна. До связи. Один пропущенный от жены. Блин, интересно, там может блинчики были? Он так раз через дырку в стекле вытащил и поел. Уходишь на полчаса в магазин, возвращаешься. Коты. О, ты пришла нас кормить в пакете еда для котов? Что, кладешь в холодильник еду для котов? Вешаешь одежду в шкаф, это чтобы нас кормить? Чего достаешь из сумки еду котам? Идешь в туалет, там что, еда? Вышла, почему без еды? Голодаем. Что принесла, где мне? Пошли пожрем. Так появился пранк. Однажды некий торговец продал жене римского императора Диоклетиана, наверное. Да, я еле прочитал это слово. Имя. Человека. Кстати, внизу нарисован, по-моему, этот... Цезарь. Но неважно. Все равно кто не в этом и разбирается. Фальшивые драгоценности. Обман открылся и торговца приговорили к растерзанию на арене. Блин, почему нельзя просто было, не знаю, в тюрьму его посадиться? Вот у них чуть что сразу. Ааа, разорвать, кишки. Что за люди были? Его приковали к большому деревянному ящику, в котором были заперты звери. Покинули арену и дистанционно открыли ящик. Из ящика на торговца вырвалась большая стая голубей, и император объявил. Он обманул, и его обманули тоже. Шутник был император, а тот чувак, вытирая какахи-слях, тоже такой смеется с тикающим нервным глазом, и волосы седеют на глазах. Это Калиптра. Калиптра-бабочка-вампир. Обычно пьет жидкости из глаз животных, но не прочь и отведать кровушки. Недавно их обнаружили у нас в Сибири. Спокойной ночи. Это пишет. Это мои тапочки. Тапочки зафигапочки. Обычно хренавчивают подобных тварей, залетевших в мою хату. Но и не прочь подкинуть просто леща. Недавно их обнаружили у меня под диваном. Спокойной ночи, Калиптры. Журнал заполняйте сами. Консьерж Ирина Викторовна Мяу. Учёные призывают не кричать на своих собак. У тех питомцев, которых часто ругают, ниже уровень счастья и выше уровень стресса. А ещё у них увеличивается риск развития проблем со здоровьем. Хватит обижать собак. И есть собак тоже не надо. Я завожу собаку, чтобы охраняла дом. Собака охраняет дом. Как чинят компьютеры другие? Переостанавливают винду. Как чиню я? Так, слушай меня сюда, железяка. Либо ты работаешь, либо я тебя ударю. Ненавижу, когда люди, которые не носят очки, спрашивают меня. О, ты ничего не видишь? Сколько пальцев я показываю? Чувак, я вижу вот так. А не так. За секунду до мегакусь. Помните, после института для вас будут открыты все двери. Двери после института. Люди красят волосы в смелые и яркие цвета, как будто они из аниме. Но лица всё равно такие, будто они живут и работают в Балашихе. Что плохого в Балашихе? Я был в Балашихе, я работал в Балашихе. И да, я был с грустным лицом, потому что ездить, знаете ли, из Москвы в Балашиху, это не очень приятно. Своим ходом, ещё у тебя есть и тахиометр, штатив и вешка гетотическая. И рюкзак с ноутбуком. Это было эпично. Что тут произошло? Оторвали руки. Универ на дне открытых дверей. Универ всё остальное время. На дне. Универ на дне. Суд Берлини отклонил иск экологических организаций и разрешил вырубать лес для строительства завода Тесла. Электромобили, это экологично. Ну, смотрите, вот вы же можете вырубить там леса, а в том месте, где было, ну, положено их рубить, там просто не рубить, как бы, и всё. Какая разница, в каком месте, ну, понимаете, что тут как бы одно и то же. Вырубили тысячу деревьев, ну, если было положено вырубить тысячу деревьев на нужды, просто в другом месте не рубите их. Ссорился с девушкой по телефону. У меня закончились деньги. Она перевела мне 200 рублей, чтобы продолжить ссориться. Я вывел их на карту и пошёл пить пивасик. Ну, это уже слишком, согласен. Ну, а с другой стороны, это лучше, чем ссориться. Спасибо за просмотр. Не забудьте заценить Литмаркет. Там книжки продаются. Да, я популяризирую литературу, книги свои, в том числе, и других писателей, и книжные магазины, потому что это прекрасно, это интересно, это клёво. И это вообще отдельный мир, потому что воспринимать историю путём чтения гораздо круче, чем смотреть фильмы или смотреть фильмы. Всё, спасибо за просмотр. Всем удачи, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.